Я воспитывался как еврей и думал, что Иисус это Бог Католической Церкви. Он просто некий парень, чуждый нам. Бог этой другой религии, не имеющий ничего общего с нами как евреями. Когда я был в старших классах, я заработал себе прозвище Наркомишка и Железный Человек. Да, я имею в виду, что я курил марихуану и гашиш, принимал спиды и опиоиды, ЛСД и мискалин, амфетамины и кокаин, нюхал героин. Я принимал огромное количество всего только для того, чтобы увидеть, как далеко я могу зайти. Однажды я принял огромную дозу мискалина, галлюциногенного наркотика, дозу на 30 человек, эквивалент одной унции. Я не мог отличить реальность от галлюцинаций. Я ходил с вытянутой рукой перед собой, потому что я не знал, действительно ли дерево, растущее передо мной, находится там. Или же то дерево, которое превращалось в фейерверки. Реально ли все это? Я видел приближающуюся ко мне машину, и вдруг машина стала человеком, а ее фары стали глазами. Я видел, как кто-то гуляет со своей собакой, и они трансформировались, пока не поменялись телами. И это было действительно удивительно. У меня было очень злое сердце. Я был гордым, очень гордым, неприятно гордым. Я сквернословил. Я не был драчуном, я не ввязывался в драки, но я унижал людей. Я словами рвал их на части, пока они не начинали плакать. При этом я думал, если Бог действительно существует, Он знает, что у меня хорошее сердце. Знаете, если я видел пожилую женщину, и она входила в магазин, я открывал ей дверь. Или когда я был в Нью-Йорке и видел какого-то нищего, бродягу или пьяницу, я отдавал ему пару центов. То есть в сердце я на самом деле хороший человек. Я думал, что церковь, даже не знаю, это что-то вроде синагоги. Ты читаешь эти молитвы из книги, и затем исполняешь какие-то другие ритуалы или что-то такое. Не знаю. Есть некий парень, висящий на кресте, ну, знаете, как-то так. Но не эта церковь. Это очень сильно отличалось. А затем мои друзья возвращались к историям. Они говорили, пастор проповедовал по книге Откровения, последней книге Библии, которая рассказывает о последнем времени. Мы сидели без дела, кайфовали, курили траву, и они рассказывали мне эти истории. Они говорили, будет зверь. Он выйдет из бездны с семью головами, с десятью рогами. Он будет как бы править миром. И я говорил, это написано в Библии? Это то, чему они учат в этой церкви? Это крутая церковь! А в конце служения пастор сказал, есть ли кто-то, кто хочет принять Иисуса и пригласить Иисуса в свое сердце? Я думаю, он делал это на всех служениях. И мой друг, который сидел за мной, подталкивал меня. Он сказал, Майк, ты должен выйти сейчас. И понимаете, я знал после своего первого визита туда, что эти люди молятся за меня, потому что они думают, что я наихудший грешник в мире. Эти пожилые люди получат настоящее удовольствие, если я выйду туда и произнесу эту молитву. Они все будут рады. О, этот великий грешник вышел! И я вышел, чтобы произнести эту молитву. Я не вкладывал в нее никакого смысла. Я просто немного повеселился. Пастор сказал, повторяй за мной эти слова. «Я верю, что Иисус умер за меня». Окей, Иисус умер за меня. Иисус занял мое место. Я грешил, и я делал все эти плохие вещи. Он был совершенным. Он умер за меня. Вы знаете, я поверил в это. Я поверил, что это правда. Я поверил, что Иисус действительно умер за меня. Скажи эти слова. «Я верю, что Он воскрес из мертвых». И я подумал, знаете, каким-то образом я знаю, что это тоже правда. История не закончилась на том, что Он умер. Но она продолжилась. Вот почему все эти люди верят в Него сегодня. Он воскрес из мертвых. Я верю в это. И затем Он сказал, «И я, Господь, обещаю жить для тебя все дни моей жизни». И я повторил это. Он спросил, «Ты на самом деле так думаешь?» И я ответил, «Да». И он сказал, «Я верю тебе». Но Бог знал, что я не был честным в последнем пункте. И после этого началась настоящая духовная война. Я любил тяжелую рок-музыку. Лед Зеппелин, Джимми Хендрикс, Джет Ротал и другие, потому что я был барабанщиком. У меня была базовая установка, и я стучал вовсю. Целый новый мир для меня. И я подумал, я хочу играть на барабанах вот так же. Больше всего в жизни я любил ловить кайф и ходить на рок-концерты. Я имею в виду ощущение. Ты приходишь на концерт, скажем, в Филмор Ист. У них было так называемое световое шоу Джошуа. Мигающие огни у них за спиной. И вот Лед Зеппелин играет песню «Dazed and Confused». Роберт Плант немного пошатывается на сцене. Он поет. И Джимми Пейдж разрывает гитары. И Джон Боннэм, барабанщик с тяжелым барабанным ритмом. И бас-гитарист наяривает. И музыка была очень громкая. Я проверял ее так. Я кричал изо всех сил. И если я мог слышать себя, значит, музыка была недостаточно громкая. Затем моя собственная группа. Мы играли каждый день. Мы репетировали, играли часами. И это громкая музыка. И кайф. Мы обожали это. И вот я в этой маленькой церкви. В ней человек 40 или 50. И я 16-летний, длинноволосый хиппи. А тут 50-60-летний господа в пиджаках и галстуках. И дамы в платьях. И жена пастора, играющая на пианино. Никаких усилителей. Никаких бум. Она играет на пианино. Она играет эти короткие песенки-гимны. Я говорю об этих глупых, коротких песенках. Вот что мы пели. И когда мы пели эти песни, а мы пели всего пару песен, и здесь 40-50 человек, никаких усилителей, никаких наркотиков. И внезапно я пережил такую радость, которую я не переживал никогда за свою жизнь. Я даже не могу описать ее словами, когда говорю об этом сейчас. И тут же словно вся жизнь пронеслась у меня перед глазами. Я подумал, ловить кайф от наркотиков? Нет, это совсем другое. Играть рок-музыку, ходить на концерты? Это совсем другое. Побеждать в спорте, заниматься спортом? Нет, это совсем другое. Иметь отличные отношения? Делать добро для кого-то? Я подумал, это что-то совсем другое. Это абсолютно другое. Но это, наверное, то, что эти люди называют «радость в Господе». И я понял, вот как сильно Бог любит меня. Вот что Иисус сделал для меня, умерев на кресте. Это была самая чистая, удивительная радость, которую когда-либо переживал человек. Когда Бог сделал себя настолько реальным для меня, в тот момент я больше не хотел жить так, как жил раньше. Я сказал, никогда больше не воткнуй иглу себе в вену. Испытывая эту невероятную радость, я осознал, насколько Бог любит меня. Когда я перестал принимать наркотики и сказал, «Папа, папа, я получил спасение!» Кто же знал, что значат эти слова? И он сказал, «Аллилуйя!» Он просто посмеялся над этим. Он не воспринял это всерьез. Но подождите, мы евреи. Мы не верим в это. Понимаете, он был евреем в достаточной степени для того, чтобы обеспокоиться тем, что его сын собирается отступить от веры. Я в восторге от того, что ты бросил наркотики, но теперь тебе нужно вернуться в иудаизм. Тебе нужно поговорить с раввином. И для меня было радостью сделать это, потому что я желал, чтобы мой еврейский народ узнал об Иисусе. И я встречался с одним раввином, потом с другим, с ортодоксами, которые изучали все десятилетиями и веками. И я подумал, мне нужно изучить больше. Вера в моем сердце тверда, но мне нужно узнать больше. Мне нужно изучить иврит, узнать больше об иудаизме. И чем больше я изучал, тем яснее для меня становилось то, что я полностью на стороне истины, следуя за Иисусом. У нас продолжались эти дискуссии и дебаты, и очень немногие раввины, несмотря на их искренность и все их образование, открывались и честно задавали перед Богом вопросы о том, кто Он такой. В их сознании читать Новый Завет — это богохульство и святотатство, это кощунство, и потому они поддержатся от Него подальше. Они не знают, кто Он на самом деле. Они знают некоторые плохие истории, сохранившиеся в нашей традиции. Знаете, распятие в католической церкви, ужасные истории об инквизиции, крестоносцах и ужасных вещах, которые так называемые крестьяне совершали с еврейским народом на протяжении многих лет. Что же на самом деле произошло, так это то, что Он отдал свою жизнь за нас. Он заменил с собой жертвоприношение животных. Другими словами, Он делал это как Ешуа, обещанный Мессия, в соответствии с Писанием и нашей традицией. То есть, Он не какой-то языческий Бог из другой религии, висящий на кресте. Он наш Мессия, который умер как праведник, взяв на Себя наши грехи, а затем воскрес из мертвых, чтобы у нас могли быть великолепные отношения с Богом. Мой папа, он, кстати, пришел и услышал, как я проповедую. Знаете, он хотел, чтобы я вернулся в иудаизм, но затем он увидел, как радикально изменилась моя жизнь и начал задумываться, возможно ли, что Иисус Мессия? Я помню, что он даже читал Новый Завет, его сердце было широко открыто, потому что он видел, как Иисус изменил мою жизнь, и он знал, что это то, что может сделать только Бог.